Четверть финала Кубка России, можно сказать, решающий матч, победитель которого получит путевку в финал четырех турнира. Поэтому нашей видновской команде Спарта НК придется выложиться на сто процентов, если мы хотим стать чемпионами турнира в этом году. По жеребьевке Спарта НК выпала играть с одним из сильнейших клубов, чемпионом России и Евролиги, Китеринбургским УГМК. А учитывая, что сейчас состав видновской команды достаточно молодой, все понимали, матч будет тяжелым. Сейчас, сталкиваясь лицом к лицу с лидерами, скажем так, безоговорочными чемпионата России, мы как бы преодолеваем максимальные трудности. Волшебства не бывает. Нужно терпение и нужна работа. Только работой можно преодолеть все основные трудности. С первых минут матча Екатеринбург стал лидировать в счете. Гости уверенно вели себя на чужой арене. Поддержать своих спортсменок видно, и приехали их постоянные болельщики, которые сколесили с ними уже сотни городов. Зная уровень подготовки девочек, и на этот раз они даже не сомневались в результате игры. И несмотря на активность Спарты во втором тайме, когда видновчанки начали сравнивать счет, болельщиков Екатеринбурга это даже не заставило понервничать. Посмотрите на счет на табло. И на время оставшийся и на строй. Я думаю, сейчас это не составит труда. И исход матча очевиден. Дав Спарте НК попытку сравнять счет, к концу матча баскетболистские ОГМК с новой силой один за одним стали забрасывать мячи в корзину противника. Кажется, если бы не поддержка болельщиков Спарты, которые стимулировали видновчанок не сдаваться, итоги игры могли бы быть куда печальнее. Это наша родная команда. Мы болеем за нее, потому что мы здесь живем. И не только поэтому. И то, что если даже мы проиграем, это ничего страшного, потому что в каждой карьере есть падения и взлеты. Если мы проиграем, то обязательно в следующий раз взлетим. 51-79. С разрывом 28 очков. Финнерский клуб Спарты НК проиграл клубу из Екатеринбурга в решающем матче за право выйти в финал четырех Кубка России. Юлия Погосян, Владимир Андреянов, Елена Кошелева. Видно ТВ.